добрый вечер дорогие зрители сегодня у нас новая тема очень интересная навязчивые мысли фобии страхи как избавиться как остановить внутренний диалог елена здравствуй привет маргарит всем привет скажи пожалуйста вот сейчас такое время очень напряженное очень много людей начинает бояться что делать что будет дальше и у них появляются навязчивые мысли они боятся много склонны к суициду что с этим делать подскажи ну первая позиция да как бы во первых вот эти фобии страхи и какие-то переживания они могут быть вам навязаны это первое да как это проверить это принципе если вы чувствуете что у вас допустим до какого-то момента не было вот этих позиций да то есть было одно состояние потом другое соответственно вы уже понимать должны что вокруг вас что-то произошло изменилась вибрация да что такое фобии разного характера негативные это негативные вибрации низкочастотные то есть мы в какой-то момент времени попадаем в поле низкочастотных вибраций по сути это электромагнитное излучение если взять это человеческие мысли да все равно как бы это связано с биоритмами какого-то человека который мог вам послать это вот сейчас очень много существует людей которые изучают все эти практики и просто как бы используют людей как энергетический потенциал в любовных или деловых отношениях и так далее да вот то есть сейчас мир как бы поменялся и все вот эти практики эзотерические они переходят уже в общее пользование да так как этого полно и здесь уже каждый по своим моральным качествам используют это так или иначе есть у вас на работе присутствует кстати со многими работаю когда именно в учреждениях где много народу обязательно находятся люди кто практикует на тех кому они завидуют всякие вот эти штучки и вокруг человека меняется ситуация то есть помимо того что было когда-то кому-то сделано у человека может формироваться негативное поле на работе от какого-то негативного человека и в итоге человек начинает думать не как сам думал раньше а с точки зрения мнения этого человека о себе то есть как только вы начинаете думать о себе с точки зрения каких-то людей ломаясь под их допустим впечатление себе вы тут же получаете пробой то есть я не говорю о дикой самоуверенности и прочим но есть троллинг да как мы говорим троллинг бывает в сетевой троллинг бывает коллективе в коллективах да мы все знаем это раньше как бы эффект чучела да можно это назвать то есть всегда находит кого-то кого-то надо потроллить вот и здесь как бы существует принцип как с этим работать то есть если вы прогибаетесь по троллинг соответственно и становитесь как группа единомышленников кто троллит такие же как они как это бывает почему ряд человека впустят в коллектив и он как бы вошел да там типа и он потом также чмурит с удовольствием тех кто новенький это как бы бывает в группах в чатах вот я вообще как бы уже говорила чем чревато для тех кто тролли да это но что делать тем кого троллит вот первая позиция вы должны понять что есть человек вам что-то пишет или говорит негативное или даже не говорит о думает а вы чувствуете человек вам даже где-то ну прежде всего значит чем-то завидует у нас сейчас очень неравноценно все у нас очень много мало очень много людей которые мало реализованы по жизни то есть мало того нет стремлений да все-таки в советское время мы куда все стремились вот сейчас этого нету то есть все стремятся к достатку финансовому да все стремятся чтобы у них все будут все было упаковано все стремятся к какому-то внешнему благополучию да абсолютно забывая о духовных каких-то корнях наследие прочим то есть если взять основную массу народа вот и здесь как бы если вы сталкиваетесь с такими людьми кто вас может ну допустим троллить по какому-то признаку то чего вы боитесь или стесняетесь в этом вы тоже получаете пробой то есть в подобных моментах как только вы вычислили допустим что на вас кто-то наезжает на вашем рабочем месте или энергетически или еще где-то прежде всего вы должны понять причину почему человек это делает либо это человек просто вам завидует потому что вы слишком в чем-то значим либо вы по должности выше да особенно да у нас вот все начальники и вы думаете все подчиненные их уважают и любят очень большой процент завидует поверьте страшные силы завидуют какой бы харизматичный позитивный человек не было власти все равно находятся те кто считает что он на диване будет лучше чем тот кто правит государством поверьте так к сожалению диванных аналитиков у нас развелось очень много вот если вы сталкиваетесь с этим на своем рабочем месте вам надо прежде всего обратить внимание человек делает это энергетически сам все потому что он такой негативный либо человек делать какие-то эзотерические практики то есть это можно обратить внимание что у вас вдруг что-то начинает ломаться вашей жизни то есть вплоть до здоровья да здесь нужно посмотреть нет ли подбросов в столах в шкафах и впрочем да там я про двери офисов молчу да где подбрасывают не пойми что иное иные вот то есть это надо все убирать то есть естественно не голыми руками оденьте перчатки резиновые сквозь них как бы негатив так не проходит и с этим надо работать то есть вы естественно это как-то абстрагируете и прежде всего если у вас есть свои какая-то платформа внутренняя да то вы всегда можете возвращаться в исходную точку того что вас стабилизирует что вам дает какое-то развитие маргарита ну вот бывает у человека какая-то мысль голове все время крутится и все время к чему-то подталкивает там что-то сделать или с собой или еще что то вот как избавиться от этих мыслей это какая-то привязка что это откуда это берется но первая первая позиция это может быть потустороннее воздействие то есть содержание либо она случайно получилось то есть человек был в трансовом состоянии и получил одержание либо человек человеку сделали порчу через кладбище привязав к нему и или к ней душу умершего человека это очень опасно на самом деле потому что человек может так уйти за этой душой особенно если это сделано через душу какого-то знакомого человека как вот у меня были случаи у людей я снимала это да это влияет на здоровье очень сильно человек вдруг начинает мыслить категории того кто умер и начинает как бы сворачиваться в это еще один вариант когда вам навешивают это воздействие на вас как иногда вот все смеются на такими людьми кто чувствует энергетику соседей микроволновое излучение вот у меня дедушка он инженер был радиомеханик и разведчик да и он очень четко знал вот эти все трансионные моменты трансионный генератор вот эти воздействия через радио системы какие-то и он очень четко вот это все контролировал тоже он очень этого боялся то есть люди кто понимает уровень электромагнитного излучения через приборы да там люди эти понимают серьезность воздействия да потому что в принципе через любой прибор даже если взять что это чайник каким-то волшебным образом можно проводить информацию хотите вы этого или нет но в будущем это кстати будет очень даже развита да сейчас это просто скрыто уже есть такие программы которые в принципе могут всплывать там где вы даже этого не хотите только потому что вы внесли в запрос там поисковик о чем-то и у вас будет всплывать реклама именно с этим это уже на начало до этого вот представьте себе вы сидите дома у вас всплывает какая-то информация от кого-либо да и если вы не экстрасенс и вдруг вам от соседа прилетела информация до плохая то есть вы можете не свою мысль поймать вот в чем дело одно дело если вы чувствуете и это происходит у соседа а другое дело если вы это не просто ощущаете в себе и вы делаете действия которые должен сделать был сосед вы поняли да здесь существует принцип что вы ведомы и или на вас было совершено энергетическое воздействие из-за которого вы могли получить неверный ход своей жизни да как бы в этом случае вам надо обязательно да начать на собой работать прежде всего то есть если вы мы с эти категория обычного обывателя то я не думаю что вы сможете вообще разобраться в своих ментальных ощущениях у нас очень просто люди все устроены в основе своей силы даже обратите внимание когда вы живете обычным ритмом жизни вы погружаетесь работа дом там семья друзья так далее да там периодические срачи в интернетах да ну я общепринятую сейчас беру схему там особенно молодые как вот как-то по принципу этому живут причем основная часть такого таких людей почему-то осуждающие относится к саморазвитию к развитию людей даже если там кто-то что-то петь пытается или танцевать я не знаю то есть сами сидя на диванах ничего люди не делают но зато они могут быть диванами экспертами в любой области то есть это такой пласт народа сейчас сформировался поэтому кстати я не советую у обывателей спрашивать что вам делать в той или иной ситуации потому что вам обязательно ответит какими-то оскорблениями в группах там где есть неадекватные люди понимаете то есть люди выходят сбросить свое настроение кого-то оскорбить потроллить то есть кто-то специально этим зарабатывать да троллинг он в принципе высокооплачиваемая вещь да это тоже заметила то есть особенно если под фейками то есть люди что кстати очень плохо потому что на самом деле троллинг приводит к тому что если это связано с детьми допустим и как-то получается информация где человека потроллили то неизвестно как ребенок поступит соответственно троллинг может способствовать воздействию на психику людей в минусовом варианте и все мы знаем чем заканчивается допустим в армиях да случай в армии где солдата какого-то обижали обижали и человек просто потом взял автомат и застрелил обидчиков да то же самое происходит в гражданском обществе не все так просто то есть если человек троллит то в итоге всегда найдутся люди кто впряжутся за того кого троллит или так все сложится что бумеранг людей кто троллит потом накажет в том ракурсе как они троллили этого человека или этих людей то есть все возвращается да как бы люди делают это из-за забавы забывая о том что они наносят энергетический ущерб кому-либо понимаете да влезая в сознание пытаясь навязать свой комментарий негативного качества да вот а потом они требуют хорошего отношения то есть но тут понимаете очень странные позиции у людей бывает поэтому если вы все-таки получили какие-то вот минусовые моменты особенно в коллективе да здесь вы должны просто научиться их не пропускать прежде всего абстрагировать да если вы будете внутри себя переживать все это то вы в итоге только притяните ситуацию еще хуже то есть надо грамотно с этим работать я на сеансах даю все практики до которые помогают людям гармонично как-то развиваться маргарит ну я вот недавно слушала одного доктора который рассказывал в том числе и причину возникновения всяких болезней очень много болезней возникает на психосоматике и например онкология это где-то в каком-то месте у человека засевшая обида в том числе на какие то там может быть для того кто произносит безобидные слова для того кто слышит и в чей адрес это звучит эта обида может засесть глубоко надолго и в каком-то органе обязательно отзовется ростом раковых клеток поэтому надо уметь видимо как-то защищаться какую-то защиту выставлять но первая защита это перестать обижаться вот я понимаю что это сложно бывает иногда очень сильно кто-то обидит да обида это то что у нас проникает как неправильное мнение о нас или неправильное состояние в отношениях какой-то где нет понимания почему вам так сказали или почему было так сделано иногда это наносное если это связано с отношениями да то есть наносное кто-то воздействует на отношениях формируя в одном из партнеров или партнерш состояние обиды и человек может обиды и ударить другого человека то есть неправильно как бы идет воздействие да это надо снимать вот в любом случае как бы обиду надо надо понять почему почему происходит что вам кто-то что-то сказал написал сделал или и вы вдруг обиделись почему то есть здесь сначала идет обида вы помните все это ощущение неприятное да потом вы должны ее абстрагировать и сосредоточиться на себе и на понимании почему это обида прошла то есть момент когда вас обидели вам надо не входить в это состояние полностью для того чтобы в нем потом находиться а войти в это состояние и почувствовать всю глубину обида надо только для того чтобы понять почему вам это было сделано то есть сосредоточившись на том человеке от которого вы получили эту обиду и если если это наносное состояние да то есть воздействие допустим на партнерские там деловые дружеские отношения то тогда вы отсеиваете обиду которая была наносная и вы четко выходите на позитив отношениях да если это сформировано просто как троллинг да обычный кто-то кого-то потроллил и вас возникла обида здесь просто надо понять если это вы публичный человек или как-то да вот я например когда мне там пишет какие-то некоторые люди там в группах вот это было во вторник да переписка там в одной группе и там неадекватная девушка мне что-то написывает вечно ну я вам скажу я абсолютно вот для меня этот человек уже умер да вот реально то есть все ее нет и я вам скажу почему потому что когда 10 раз человеку говори что надо следить за базаром а человек не следит она продолжает хамить возникает вопрос неадекватности да вот и здесь уже ты полностью абстрагируешь этого человека отдавая ему то что этот человек вам сделал то есть тут уже нет обиды мне абсолютно все равно да то есть я переработала это в ровное состояние для себя но то что человек мне там желает или делает а я мысль иногда читаю на расстоянии этих людей или других да я абсолютно точно возвращаю это обратно да я поняла вот короче вот так то есть в любом случае в любом случае если вы переработали обиды выровняв отношения до к обидчику поняв почему это происходит в моем случае все понятно человек там не реализованная полностью девушка у которой нет вообще никакой перспективы она пытается значит всем показать что она там что-то может в итоге через какое-то время этот человек будет в проблемном состоянии да жизнь так и поставит потому что она не права но какой-то момент времени я понимаю что у человека просто ее нереализованность и зависть да к тому кто состоялся толкает ее саму на вот эти действия да там сейчас по отношению ко мне завтра по отношению еще кому-то после завтра она еще кого-то попытается почему рить и в итоге с ней разберутся как говорится да более культурным методом да или не культурным неважно то есть судьба она как бы все равно ставит свои рамки таких людей вот то есть задача того кого обидели просто понять то есть чем шире вы взгляните на процесс от чего вас обидели тем легче вам станет вы просто будете шире мыслить глубже вы будете понимать что это не стоит вашей энергии переживания то есть как бы да то есть сначала идет вспышка потом приходит понимание когда вы ищете это понимание если вы не ищете понимание держите обиду то все вы будете болеть от этого обиды это одна из вещей как и чувство вины которое человека ведет к болезни то есть это эмоциональный перегруз это правильно маргарита сказала это очень сложные могут быть заболевания как бы такого рода да маргарит но у меня лично был такой случай когда человек попытался на меня очень много плохих вещей наговорить я сначала была в легком недоумении на следующий день мне пришло понимание что по сути на меня наговаривая она говорила о своих проблемах то есть она пыталась свои проблемы видимо переложить на меня таким образом так оно и есть в принципе человек который пытается вообще как бы человек который троллит кого-то или чем ритм называется в народе да этот человек прежде всего свою нереализованность и свою проблемы свои видит в том кого он пытается обидеть то есть как бы идет навес в случае с твоей ситуации это была попытка навесить тебе негатив там достаточно такая темная тетенька вот в принципе в принципе здесь нужно выровнять состояние сейчас бывают случаи очень много случаев кстати когда как это сказать происходит момент когда в коллективах люди работают и вдруг коллектив рассыпается например да ну по какой-то причине неважно команда коллектив и происходит момент потом где люди вдруг могут на кого-то что-то обидится да тоже потому что вот так сложилось здесь тоже надо посмотреть на эту ситуацию шире в принципе понять что любая команда любой коллектив работает пока есть тот кто это все объединяет и все это работает по той причине только когда как говорится есть какая-то идея да как только идея заканчивается там в команде в предприятии или еще где-то или меняется руководитель соответственно вступает новые законы какого-то взаимодействия в систему и начинается создание новой команды и бывает что люди уходят да как бы в свое какое-то в другое и остается обида от того что вот так сложилось то есть почему потому что ну все мы знаем в 90-е годы рухнули многие предприятия и люди кто не смог смириться с тем что вот так сложилось но не смогли найти себя в нашей рыночной экономике эти люди просто спились или умерли то есть я знаю много случаев вот ко мне приходят люди у кого такая история с родителями особенно мужчины пострадали потому что практически применение на тот момент работа работы как таковой не было да вот и я вам скажу что было тяжелое время там как бы там сейчас вот не ныли нытики но я вот недавно сон снил связан с этим я вам скажу это очень тяжелое было время 90-е годы даже двухтысячное начало тоже было нелегким вот поэтому вот эту обиду что вы вложили во что-то а потом вас не оценили его ушли вот это надо убирать сто процентов иначе вы не найдете себя нигде больше это нужно перерабатывать это нужно понимать почему это получилось и для вас это должно быть моментом нового этапа вашего развития то есть поработали тут пошли дальше я понимаю что тяжело это очень тяжело перестроить себя когда вы привыкли к одной форме взаимодействия но к сожалению это бывает и здесь нужно четко себя перестроить то есть перестроить можно взяв опыт там где вы работали в позитиве да в то место куда вы идете дальше потому что если вы ушли с обиды на кого-то со старого места работы таких случаев много то это обида может держать и не давать развернуться на новом месте маргарита ну человек иногда может сам справиться с этими проблемами но в основном это сделать сложно поэтому надо находить специалистов надо обращаться за помощью иначе это может дальше усугубляться вот ты можешь помогать в этих вопросах ну я регулярно помогает то есть потому что я с собой тоже работаю с этим состоянием то есть это же не просто так я в себе разбираю все эти состояния да то есть я анализирую каждый момент своего времени что у меня в голове происходит откуда у меня пришла тайная мысль меня постоянно идет анализ этого может поэтому и усталость накапливается потому что вокруг меня много чего непонятного и мне приходится с собой прорабатывать очень много прежде чем что-то дать человеку на сеансе я это отрабатываю на себе как это работает я должна понимать что я даю людям и моя школа как бы или мое видение она основана прежде всего на взаимодействии то есть я работаю по принципу передачи знаний как я их поняла как я их почувствовал как я их ощущаю и я точно знаю почему у кого-то работает это у кого-то нет потому что кто-то соблюдает те правила которые даю а кто-то нет а у кого-то не получается по какой-то причине вот а кто-то просто не старается потому что я даю новое мышление и это сложно да но оно выводит людей из этих состояний особенно если кто на собой работает вот особенно наши специалисты да кто занимается допустим эзотерикой кто пытается там помогать людям работать в этом да то есть вы должны точно понимать что если вы сами с собой не можете работать то как вы можете помогать другим то есть вы просто будете у них брать их проблемы и брать себе в итоге там под возраст у вас будет куча заболеваний проблем то есть тут надо понимать что если вы даете что-то своим людям коэрентом то вы должны соответственно также работать и с собой маргарит получается вот допустим у человека случился конфликт ему все-таки надо вернуться в эту ситуацию мысленно да и проработать и попытаться понять причина именно этого конфликта не не глубинные то есть надо вникнуть в мысли того человека который нанес обиду вникнуть можно не вникать здесь вход идет в саму ситуацию потому что она свежа допустим и если это смотря какая ситуация взаимодействие от чего это произошло то есть почему так все сложилось что вот так это произошло не обязательно вникать в мысль человека можно просто понять состояние допустим на кого-то могла там я не знаю какая-то конфликтная ситуация могла быть у человека вы оказались просто крайним бывает такая ситуация и если допустим сколько случаев таких приходят с работы люди несут домой работу да и в итоге как бы приходя домой продолжает работать но это те кто где под кем-то работает или кто работает как на предприятиях там бюджетных организациях и многие приносят домой работу соответственно автоматически человек не отдыхает и все разборки на работе человек также приносят домой я многим советую если вы по работе допустим напряжены там поработали вот вы подошли к дому все вы все это оставили за пределами своего мышления отодвинули нет ну конечно полностью нельзя отодвинуть если вы там работаете в каких-то там серьезных заведениях там там весь это полиция мчс и прочее там невозможно оставить до фсб там административные ресурсы там невозможно оставить там надо всегда держать руку на пульсе но все равно есть точка отчета где можно ослабить хватку и не лезть полностью не не взваливать на себя все вот я даже в своем направлении сейчас с учетом что у меня много всего да я должна сейчас очень много всего делать потому что у меня как бы концу года у нас всегда накапливается то что мы должны были сделать еще в середине года или в начале но так как у меня много перемен было в этом году как бы странных таких интересных и сложных да то практически у меня сейчас идет то что я должна была делать допустим в течение года я сейчас это делаю и у меня получается все это в режиме нон-стоп то есть я должна там туда успеть сюда 5 10 в итоге я ничего не успеваю потому что у меня просто даже не хватает каких-то духовных сил на это да и тогда я просто когда чувствую что наступил период усталости да я беру как не выходной но типа выходной да то есть я себя переключаю в моем случае это другой вид деятельности допустим ну и еще что-то да соответственно как бы да у всех у нас есть какие-то переключалки вот поэтому ищите себе переключения да и лучший вариант если допустим вы с работы пришли то это как бы уделять время близким потому что если вы обратили внимание во многих семьях нету разговора нету разговора либо есть разговор когда мужчина о своих проблемах рассказывает женщина живет этим и в итоге он не слышит ее она слышит только его но в итоге дисбаланс то есть должен быть баланс как каждый провел время да там если даже вы спрашиваете вот я всегда спрашиваю там кого-то да там ну как бы с спрашиваю как состояние там близких я всегда спрашиваю как ты да там например и это я всегда спрашиваю как бы и когда есть ответная реакция человек спрашивает а ты как и я тогда тоже делюсь как я то есть это если близкий круг да вот то есть вы как бы делитесь чем-то своими легкостями сложностями и как бы это есть диалог да поддержка как бы друг другу какая-то да вот то есть как бы в дружеских или в каких-то иных отношениях там где вы можете доверять себя надо именно так делать да маргарит ну когда и жена и муж оба несут домой работу ничего хорошего из этого обычно не получается поэтому работу всегда действительно за порогом оставлять ну это тоже не всегда это если люди работают в разных как это сказать в разных местах у них разные направления и они принципе не взаимосвязаны по направлениям у них как бы нет общего тогда нужно находить общее что-то для семьи если у людей есть взаимосвязь в работе и любовные отношения это самый идеальный вариант но это тяжело я со своим в своей прошлой семье как бы я жила так и у меня в принципе все отношения всегда складываются через рабочие то есть у меня всегда дружеские деловые отношения любовные идут через работу и мне например я всегда в рабочем состоянии поэтому у меня мне как бы вот сложно да разделить это кому-то это наоборот человек пришел дома вот он сидит там пивасик пьет фильм смотрится ну тоже это надо да там как бы обязательно какой-то момент отдыха себе надо делать ну я не говорю о глупых отдыхах да я говорю о действительно каком-то ну реально плодотворном отдыхе чтобы это как там как развитие немножко было но отвлечение от основного вида деятельности в чем хорошо хобби какие-то спортивные времяпрепровождение для семьи да там или с кем вы там корешитесь да а вот еще у людей бывают проблемы у них все время в голове внутренний диалог идет что с этим о да это проблема я скажу что с этим делать есть такие люди у меня регулярно приходят люди и самое страшное что когда у человека постоянно идет внутренний диалог по большей мере эти люди не сосредоточены на реальности они как спят они постоянно в каких своих мыслях остановить внутренний диалог практически невозможно он у всех идет просто должно быть грамотно разделение информации которую вы носите в своей голове и должно быть грамотное понимание как вы думаете в какое время и что я понимаю что это сложно сейчас многим вообще проанализировать но я например так делаю да у меня в какой-то степени происходит момент постоянного накопления колоссальной информации да особенно когда я работаю с людьми и мне приходится куда-то девать эту информацию прямо вам скажу я ее сбрасываю то есть я ее они не думаю потому что бывает что люди приходят на сеансы статусной серьезной информация который я вижу или знаю она не должна никуда уйти я ее просто забываю вообще то есть для себя я делаю выводы и я не лезу дальше чем положу чтобы это было безопасно я даже телефона этих людей уничтожаю у себя если допустим это нужно да в перспективе в будущем если контактов нету дальше то я ухожу от таких людей да вот потому что каждое поле деятельности человека несет ответственность если вы входите в сознание какого человека соответственно вы разделяете с ним ответственность за эту информацию которую вместе обсуждали вот и поэтому чем больше вы носите в себе информации или у вас неправильно постановлена процесс вашей жизни да как бы то есть тем хуже то есть вам надо разложить что у вас первично что вторично где вы в настоящем моменте где вы думаете работе тут правильным работа с мыслями тоже очень важно на самом деле потому что вот это метание надо остановить только через настоящий момент то есть только здесь и сейчас концентрации я так понимаю у тебя есть такие методики которые ты даешь на своих сеансах да и потом ты со своими же клиентами взаимодействуешь как у них идут процессы у меня постоянно идет взаимодействие с теми кто у меня сеансы проходят в промежутках я всегда на связи я всегда корректируя особенно после первых сеансов информация идет очень мощная и не все запоминает это к сожалению действительно нужно это все выводить в курс и я это делаю вот и в какой-то момент времени я даю информацию основные четыре как бы опорные точки да как бы которые дают человеку правильная правильно гармонизацию себя и своего пространства в голове в теле то есть у меня как это единый блок такой и правильное умение реагировать на окружающие да и что с этим делать маргарит ну как один из вариантов восстановки внутреннего диалога ну я предполагаю может быть допустим если пришла какая-то мысль человек как-то пытается все таки задать вопрос моя ли это мысль или она мне откуда-то пришла навязанная да это тоже хотя из этого этот диалог нормальный но мы сейчас то что ты сказала это когда у человека постоянно течет в голове мыслеформы разные и человек перескакивает с одной мысль на другую как это проверить если у вас мысль на диалог сколько вы сможете секунд я не говорю сейчас о минутах медитировать вот если человек начинает медитировать и у него это процесс этого времени съеживается до одной секунды то есть больше человек не может на себе сконцентрироваться то все значит там есть проблема с работа с мыслями упущенном состоянии ужасно потому что человек автоматически уходит в информацию которая приходит в голову вы же не забывайте что может приходить поток информации каждый человек может участвовать в потоковом информационном поле вы даже можете не понимать откуда что к вам приходит помимо поля вокруг вашего квартиры дома да информационного существует как бы пространство общего информационного поля. Существует пространство астральное вокруг вас, да, астральное, где существуют эмоции чужих людей, и вы можете их также чувствовать. Поэтому что вы в своей голове крутите, вы можете понять только через попытку научиться медитировать. Чем больше моментов вы можете на себе сконцентрироваться хотя бы до пяти минут, если вы можете только на себе концентрироваться это время, это уже великое, как бы, то есть от вас отваливается ненужная мыслеформа, которая как бы к вам идут стереотипом к вашему же мышлению, и вы вдруг остаетесь один на один с теми мыслями, которые ваши. Маргарита? Ну, еще совет такой телевизор, например, или радио, не только выключать кнопочку, а вообще из розетки выключить, потому что даже через выключенную технику все равно идет трансляция. Я тебя расстрою еще больше. Если во всем подъезде у кого-то будет постоянно работать телевизор, ощущать потоковое вещание будут все в этом подъезде, все. Это электромагнитное излучение, информационное. И практически, я, например, у себя телевизор вообще не включаю в мастерской, у меня он просто стоит там в кухне и все. Но я знаю, когда я прихожу к людям, иногда вот, особенно люди пожилого возраста, да, у них постоянно телевизор, я, например, стала чувствовать, что это просто какой-то, ну, мусор, понимаете, да, это просто мусор. Не нужная информация абсолютно. То есть даже новостной ряд, там он галимый, то есть там 25-й кадр может присутствовать во всем, да, то есть вы можете получать информацию точечно, включая, когда вам надо, и выключая, когда надо. Можно пойти по этому пути, кому нужен телевизор, но люди привыкают включать полностью телевизор. Я объясню, почему, кстати. Знаешь, Маргарет, почему? Представьте, что вы выключили компьютер, телевизор и сидите дома. Сразу вспоминаются советские времена. А, еще радио выключили, да? И телефон отключите. И попробуйте посидеть вот в этом состоянии. Что вы ощущаете? Вы будете первое, что ощущать, оторванность от информационного поля, который через все эти предметы к вам приходит. Второе, что вы будете ощущать, вы вдруг почувствуете, что практически вы никому не нужны, кроме вашего близкого круга. То есть даже, ну, это страшно, но это так, вот если взять глобально, да, то есть каждый человек, подвязываясь к информационному полю, общаясь где-то в соцсетях и так далее, создает в себе эффект нужности где-то. Одно дело, если, допустим, люди работают, да, в каком-то направлении, это само по себе возникает состояние нужности этого человека в среде. Другое дело, когда люди пришли с работы, им надо где-то пообщаться, чтобы было коллективное состояние. Человек – существо коллективное. И это мы все поняли во время первой самоизоляции, помните. Надеюсь, что второй не будет, да? Вот. Поэтому, естественно, нам хочется где-то общаться, понимаете? И общаться хочется все-таки в каком-то коллективе, да? Есть люди, которые работают одиночки, да? А есть люди, которые хотят работать в команде, например, да? В команде единомышленников, например, да? И вот здесь вот именно команду единомышленников найти сложно. Вот я, например, люблю работать с командами, да? Как бы, где четко идет соблюдение каких-то правил, принципов и идет взаимодействие качественное, да? Но как только в команде начинается подсиживание, да, за какие-то приоритеты, я это очень остро чувствую, да? И мне всегда больно наблюдать, что именно из-за этого разваливаются некоторые команды. Подсиживание колоссально. Не каждый на своем месте, вы понимаете? А кто-нибудь обязательно хочет кого-то подсидеть, завидуя, что тот ближе к кому-то. Вы понимаете, как это страшно? Настолько люди мелочны. И это разрушает потом команду. То есть это подсиживание одного может привести к разрушению команды. Команда – это взаимодействие, где каждый за каждого хотя бы более-менее, но не подсиживание. И вот здесь, если вы, допустим, опять же получаете информационную поддержку, и у вас есть команда, вы должны также грамотно взаимодействовать и с теми, кто не в вашей команде. Если вы где-то с кем-то общаетесь, то это не значит, что нужно кого-то вычмыривать из какого-то этого самого. В общем, позиция коллективов у нас сейчас очень хромает. То есть принцип вообще работы во многих организациях сегодня, в принципе, и зарубежных тоже, это попытка удержаться на месте, получать свою зарплату, выполнять какую-то свою работу и, как это сказать, при этом остаться целым, невредимым на какое-то длительное время, доработать до пенсии. Вы поняли, да? То есть принцип работы каждого человека – это прежде всего удержаться в пространстве, не понять что-то для себя, от того или иного места работы или направления, а именно удержаться на этом моменте, чтобы был момент, как это сказать, что прежде всего это вас как бы устраивает по заработку, например, да? Маргарита? Да, я, насколько знаю, сейчас очень большая проблема как раз-таки собрать команду, потому что, во-первых, время такое непонятное, что кого ждет, и каждый пытается действительно удержаться любой ценой, ну, даже ценой того, что пойдет по головам. Есть кое, кстати, и это было не сегодня только. Создать команду, допустим, всегда было сложно, начиная, в принципе, с 90-х, потому что тогда вообще брожение было сильное, и как бы все тогда хаотично было. Сейчас я смотрю, очень многие, даже созданная команда, она разрушается только потому, что кто-то начинает кого-то подсиживать более успешно в этой команде. Все. Или, допустим, просто нужно быть к начальнику поближе, контролировать его, и тогда тот, кто якобы ближе находится, этого человека начинает подсиживать и так далее. И так вот по кругу идет. То есть, по сути, как бы хороший коллектив может развалиться только от одного, от одной идиотки или идиота, который вот будет таким образом себя вести. У нас нет, к сожалению, в коллективах психологического вот такого вот кастинга, я бы назвала его так, не просто потому, что человек работоспособен, должен быть психологический кастинг, должна быть нумерологическая совместимость какая-то, кстати, должна быть гороскопная совместимость работы с людьми. Потому что если в коллективе будут несовместимые люди по гороскопу, это будет грязня 100%. То есть, должны быть какие-то подборы кадров еще и по этим принципам, по энергетической направленности, потому что люди одного знака и одного года рождения абсолютно бывают, там рождены даже в один день, они абсолютно бывают разные, потому что еще существует родовая принадлежность человека к чему-либо, религиозная. То есть, тут мировоззренческая, да, тут очень много факторов, которые сейчас не рассматриваются. Я надеюсь, что в будущем такая аналитика по созданию команд будет делаться. Сейчас у нас принцип какой? Кумовство, да, в принципе, оно везде процветает. Вот, я бы вообще, если бы я была как бы каким-то начальником, я бы кумовство запретила. Ну, просто, я бы не разрешила это, потому что с одной стороны ты ставишь как бы родственника, а с другой стороны получается семейный клан у какого-то хлебного места. И сами понимаете, что это звучит уже очень как-то странно, да, там сколько у нас таких случаев в России, да и за рубежом тоже. Маргарит? Да, есть такое. Я сама работала в большой организации. И что такое подсиживать, что такое подставлять, очень хорошо понимаю и на себе испытала, скажем так, когда ты относишься к окружающим, как хотела бы, чтобы относились к тебе, а получаешь в ответ совершенно другую историю, что очень сильно выбивает, скажем так, из колеи. И потом сложно уже доверять людям, даже если они как бы нормально к тебе относятся, все-таки ищешь какой-то подвох всегда. Потому что ты уже обжигался на этом. Есть такое, кстати. Были такие моменты. Ну, тоже как вот в этой ситуации быть. Допустим, вы обожглись. Вот смотри. Тоже тема интересная. Ну, допустим, вы работали в команде и вот вы обожглись. Предали вас. Ну, вот так вот, жестко, да. А как не получить в следующей команде такой же косяк? Вот это очень сложно на самом деле, потому что люди, которые получили какое-то подсиживание на одном рабочем месте, они автоматически продолжают эту позицию, эту политику, да, подсиживание дальше. То есть что происходит, когда идет кого-то подсидели? Происходит сбой энергетический по профессиональному росту карьерному. Соответственно, если этот негатив, снимается, то, соответственно, у человека выправляется ситуация, и он уже на новом месте, в принципе, как бы найдя себе какое-то место, он или она, они как бы комфортно идут дальше. Вот. То есть в своем направлении. Ну, в рабочем каком-то там, где люди работают. То есть они не переносят то подсиживание на себя сегодняшнего. То есть вот это очень аспект важный. Если вы, опять же, держите обиду там или чего-то с прошлого места работы, я знаю, вот только что люди так вот переживали, да, то это не принесет плюса в том месте работы, где вы работаете сейчас. Поэтому любые моменты обид, любые моменты предательств нужно перерабатывать, потому что, ну, предательство тоже можно понять, что, допустим, человек не мог поступить иначе, вынудили как обстоятельства. То есть любой человек может предать все его обстоятельства, и вы не святой, да. Поэтому здесь нужно понимать, почему это произошло. Опять мы что включаем? Понимание. Мы входим в состояние понимания ситуации, и мы рассматриваем, раскладываем себя по полочкам, и как только мы разложили по полочкам это, мы сразу поняли, что, в принципе, тут не было предательства, тут просто так получилось, так сложились обстоятельства, как бы, где просто кто-то смолодушничал, кто-то струсил, да, кто-то подсидел, кто-то, ну, как бы специально это сделал. Вот, потому что жадная до денег может оказаться дамочка какая-то, да. Вот, поэтому здесь абсолютно нужно спокойно к этому относиться, даже если учитывать, что отношения, да, в семье, бывает, что, ну, как бы, очень многие женщины там, вот предательства, там, кто-то кому-то изменил. Я считаю, да, это предательство, кстати, в отношениях, то есть если люди любят друг друга, то и семья эта, то предательства не должно быть, да, вот, ну, это я так считаю. Кто-то считает как-то по-другому, да, потому что, ну, кто-то не считает это предательством. Вот, я же считаю, что если произошло в семье, например, ну, как бы подобное событие, либо люди уже закончили свою совместную жизнь, а может быть, там любви и не было, бывают и такие вариации на тему, может, там были какие-то первично любовные отношения, а потом вот они переросли просто в какое-то что-то, и в итоге люди просто разошлись, живя вместе, они уже разошлись. То есть если складывается ситуация в семье, где люди, живя вместе, все-таки каждый живет своей жизнью, все, это уже не семья, это уже разошлись. Просто пока предметно по какому-то имущественному принципу вместе, но это уже не семья, уже люди тратят и свое, и чужое время на то, чтобы как бы при этом создать иллюзию этой какой-то семьи, которой нет. Я, например, такие отношения рву. То есть если я чувствую, что у меня так было, да, если я почувствовала, что все, наступил предел, я просто шагнула в сторону, как бы освободив отношения и человека, ну, до сих пор в свободном полете. Вот, но как вы к этому относитесь? Я, например, не считаю, что в моей жизни это было как предательство от моего там бывшего мужа. Я считаю, что у нас просто закончились отношения. То есть там, где вы смотрите на своего партнера, партнершу глазами, соседей, друзей, коллег по работе, там уже присутствует, значит, либо воздействие, то есть на вас влияет на ваши мозги, ломая вашу семью или ваши партнерские отношения, либо вы имеете, соответственно, уже не имеете отношения к этому человеку, как бы вам, значит, как это сказать, значит, это не ваша семья. Вот и все. То есть, причем, опять же, идет наплыв мыслей, то есть вы вдруг так чувствуете. Вот. Поэтому, конечно, там семьям, кто на виду, там бывает им очень сложно, да, там должно быть целостное взаимодействие и понимание друг друга. Не буду называть фамилии известных семей, как бы, да, я знаю многих, и я реально вижу, как люди стараются, чтобы сохранять эти отношения, потому что изначально были чувства, изначально были пазлы, близнецовый эффект душ, вот это очень важно. Если этого в семье нет, то смысла от такой семьи нет вообще. Вот и все. Должна быть какое-то взаимодействие, да, и, кстати, когда это приходит, это именно то самое, что, как говорится, дано богами, да, это надо беречь. Если у вас такое есть, это счастье. Но такие отношения очень сложны, сложны, да. Поэтому в любом случае, в любом случае, прежде всего, наносные мысли, наносные состояния, если вы чувствуете, что это не ваше, это надо сбрасывать. Вы должны точно знать, что это прилетит тому человеку, кто вам навесил, и вы поймете, кто это, потому что люди проявляются, как бы, да, с тем, что вам попытались навесить. Все равно это происходит. Маргарит? Ну, иногда, вернее, очень часто бывает, когда с человека снимается вот это все, как раз, кто ему это все навязывал, он каким-то образом себя проявляет, или позвонит, или приедет, или еще что-то. Правильно, потому что человеку нужно заново завязаться, поэтому человек обязательно проявляется. Это сто процентов. А вот есть еще вопрос интересный. Допустим, с человека сняли негатив, там, или с ним поработали, или какие-то там практики с ним провели. И почему-то, когда он приходит уже к другому специалисту, тот специалист видит, так скажем, как нить, да, или там, я не знаю, связь такую, по которой предыдущий, так сказать, специалист очень хорошо подсел на энергию своего пациента и очень хорошо подпитывается. Бывают такие моменты? Бывают такие моменты. У нас коллегиально есть такие люди, как бы, да, ну, это обычно такие, кухонный уровень гадалок, да, кто, как бы, три карты умеет раскладывать, обладает какими-то НЛП-практиками. Вот эти люди любят подсаживать на себя людей. Либо это... То есть серьезный специалист, он никогда не будет на себя подсаживать людей. Допустим, я всегда работаю с людьми по моменту взаимодействия. Мне либо интересен человек, если я сама включаюсь в процесс жизни этого человека, и я поддерживаю просто даже, потому что там я уважаю его еще как-то. Либо это какие-то партнерские отношения, либо люди приходят ко мне на сеансы. Взаимодействие всегда есть, но я не подсаживаю на себя, хотя я обладаю этими способностями очень сильно. Люди сами ищут что-либо. Но если, допустим, бывает, что подсаживают клиентов, да, есть такое, и человек потом, ну, как бы, идет в минус. Должно быть все-таки развитие, да, как бы, ну, приходил человек, допустим, потом идет все равно пауза. Через какое-то время человек опять появляется. Либо он захочет какого-то другого специалиста. Вот. Ну, я, например, стараюсь отпускать, да, как бы, хотя иногда я чувствую, что кого-то рано отпускаешь, человек еще не созрел, да, для самостоятельности. Бывает, что наоборот, там отпускаешь, и нормально. По-разному. У всех люди по-разному. А то, что ты сказала, это точка воздействия. Значит, еще раз повторюсь, как бы, да, вот как сегодня, кстати, в офисном здании у нас появился фраерок один, человек, который непонятно зачем ходит. И я сегодня сделала замечание этому человеку. Я сказала, зачем ты ходишь у нас тут? Потому что, говорю, наша служба безопасности у офисного здания заинтересовалась тобой. Говорю, зачем ты приходишь? Я говорю, фотограф работает, он у фотографа крутился. Фотограф работает у нас с информацией, с людьми. Зачем ты, говорю, ходишь у него в кабинете? Ты понимаешь, говорю, что это нельзя? Короче, я его выгнала по сути, да, вот этим всем. И, как бы, я считаю, это правильно. Кстати, тоже имейте в виду, мало ли для чего человек ходит в каком-то офисном здании. Вы должны четко понимать, что каждый коллектив в офисном здании это единое целое. Мы все, да. И здесь тоже вы должны понимать, если у вас вдруг в офисном здании у какого-то человека появился странный человек, который к нему ходит, ну, как вам сказать, и при этом шмонает по всему офисному этажу, да, там, смотря, кто как приходит, кто как работает. Это уже похоже на наводчика, да, вот если так взять криминальную сторону вопроса, то здесь возникает уже вопрос, сами понимаете, служба безопасности, да, почему этот человек ходит. Но это все равно, что, допустим, в банке ходил бы просто так человек из кабинета в кабинет, просматривая что-то. Возник бы вопрос, зачем он ходит, правильно? Офисное здание – это то же самое. То есть неизвестно, что за человеком стоит и как. Я, соответственно, всегда обращаю внимание на это, потому что обычно к нам, ко всем приходят независимо люди, и нет того, чтобы кто-то ходил и высматривал, что делать в соседний офис, как это было сегодня, понимаете, да. То есть явно человек как бы шел к моему офису, и когда он увидел, что я вышла из офиса, он так немножко опупел, да, там. Вот в этом случае, кстати, тоже советую всем придерживаться безопасности. Это вот просто из сегодняшней ситуации всем рекомендую, потому что неизвестно, для чего в соседний офис может ходить человек, он может, извините, иметь желание, информацию о вашем офисе, смотря чем вы занимаетесь. Поэтому советую всем в офисных зданиях всегда соблюдать вот эту дружескую подстройку, да, как бы по безопасности каждый офис за каждой, да. Тогда вот это будет гармонично, кстати. Маргарит. Как может человек определить, осталась у него привязка к специалисту? Наверное, он как зависимость определяется, да? То есть все время должен туда бегать, носить деньги. Нет, здесь не так. Здесь, если человек приходит к специалисту, и после специалиста человеку хорошо раскручивается что-то, разруливается, человек комфортно себя чувствует, то это не привязка, это взаимодействие, где человек получает за свои деньги ту услугу, которую он просит, как бы с сегодняшним языком юридическим, да. Если это вы приходите там к какой-то подружайке, допустим, она вам гадает, и вы что-то, да, ей приносите, но при этом она начинает участвовать в вашей жизни. То есть если человек сильно участвует в вашей жизни, руководя вашими какими-то принципами, там навешивая информацию, допустим, которая может, наоборот, навредить, да, как бы, если человек не умеет снимать негатив, смысла от этой информации вообще нет, представляете, да, вот, то здесь как бы еще много факторов работает, я просто сейчас не вспомню, но есть такие моменты, где люди действительно так пытаются, это даже не гадалки, это бывает даже обычные люди так подсаживают на дружбу, и вы как бы начинаете делиться с этим человеком, а человек вас просто тупо использует. Кстати, я на это тоже попадалась неоднократно, и недавнее мое разочарование в таких дружеских отношениях было очень сильным, да, то есть я просто еще раз поняла, что дружить вот с определенными людьми, как бы, не буду сейчас говорить, очень надо осторожно, потому что, по сути, как бы, прежде всего идет использование, да. Как ни странно, Маргарита, я тебе скажу, что нас, вот такого плана специалистов, тоже используют, используют для своих целей, бывает и под дружбу, подводят, да, пытаются, или даже кого-то под любовные отношения, чтобы как-то разрулить свои направления, и я сколько, у меня было случаев, меня на, так как я люблю дружить, я дружу, как дружу, да, как вот нормальные, мы в советские времена дружили там, ну, так вот, то есть я искренне дружу с людьми, да, а в итоге я столкнулась буквально недавно с тем, что это просто вот меня использовали, и просто потому, что нужно было в работе людям, представляешь, да, и мне это было неприятно, я просто для себя сделала выводы, и, соответственно, относительно каких-то людей я просто оборвала отношения окончательно, вот, а с кем-то нет, я поддерживаю отношения, но я понимаю, что человек просто меня использует, потому что я удобна ей, допустим, в дружбе, да, и ничего с этим не сделаешь, это такого плана человек, потому что так уже человек привык, потому что само... Опять же, смотрите, понимание возникает, почему так человек делает, потому что человек сам обжигался по жизни, ее использовали, например, и она также относится к другим, вот видите, и уже нет никакой обиды, то есть абсолютно у меня в этом плане, я просто поняла, почему, да, принцип у каждого должен быть, вы должны понимать, почему у вас так произошло, да, почему кто-то вас кинул, что послужило этому, ведь вас могли кинуть, потому что человек, человека принудили, заставили, а объяснить он вам это не смог или не имел права, смотря в какой вы ситуации, то есть здесь очень много тонких граней, где нужно уметь отпускать обиду, убирать навязчивые какие-то мысли, переживания, да, и не зацикливать себя, то есть быть больше все-таки на позитиве, да, потому что позитивная мыслеформа, она всегда вас вытянет из любого негативного даже воздействия, то есть как бы, да, Маргарит? Ну да, даже если такие специалисты, как ты, попадают, то что остальным-то делать, как вообще определять? Я тоже, честно говоря, попадала в такие ситуации. Все же люди, послушай, все же люди, я же тоже человек, у меня есть своя карма, понимаешь, когда мне говорят, ну ты же экстрасенс, я что, Господь Бог, что ли? Ну я же нет, я же тоже человек, просто я обладаю большим видением, большим способностями, я могу видеть, я могу это менять, и мне дано это, и я помогаю в этом другим, но я на своем опыте, познавая все это, даю тот материал, который люди могут использовать, уже к себе прикладывая готовые лекалы, понимаешь, в этом, это же важно, но представь, я что вообще, понимаешь, все мы люди, у нас у всех есть кармические предрасположенности, родовые взаимосвязи, косяки, да, которые мы должны отрабатывать и нарабатывать, так что я тут не святая. Ну да, может быть, это действительно кармические уроки из прошлой жизни, которые надо в этой жизни понять, отработать, отпустить, переработать и попадать в такие ситуации. Ну мы уже час в эфире, поэтому давай вот один вопрос у нас есть, Ольга. Ольга, Лена, вот я хотела что-то и получила, и страх появился. Что это у меня, страх от исполнения желаний? Это страх от исполнения желаний, потому что бывает, что вы что-то хотите, 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 потом у вас это неграмотно реализовалось, допустим, либо был долгий период ожидания, и это пришло, когда вам уже не нужно, и вы испугались этого, либо это произошло внезапно, вы хотели и получили. То есть, соответственно, вы уже боитесь следующих материализаций. Это бывает, когда очень вдруг быстро сбываются у людей какие-то предсказанные события, кстати. Либо вам кто-то предсказал, и у вас возникает страх потом, особенно если вдруг эти события не очень хорошие. Поэтому здесь, опять же, работа с мыслями должна быть. Бояться не надо, надо просто грамотно себе, как говорится, материализовывать то или иное. Ну, насколько я знаю, раньше говорили, прежде чем мечтать, да, подумайте, нужно ли оно вам действительно. И еще разобойтесь о своих желаниях. Да, раньше мечты исполнялись с отсрочкой, и человек успевал передумать, да, нужно ли оно ему. То есть... Сейчас мгновенно бывает, да. Да, ему давалось время подумать, нужно ли оно ему. Когда действительно оно ему нужно, он это получает. Сейчас время настолько ускорилось, что уже говорят, думайте прежде, чем подумать. Даже не высказывать свое... Это правильно, кстати, да. Но я и даю свою систему, которая грамотно позволяет формировать события так, чтобы вас это не пугало. Вот, допустим, если взять мой опять пример, приведу свой пример, буквально в воскресенье, да, у меня произошли вдруг материализации, я сейчас не буду говорить, какие. У меня сбылись те моменты, которые я визуализировала, допустим, несколько месяцев назад даже. То есть это произошло в один день, вдруг сцепка всего, что сбылось. Ну, это связано с покупками, с приобретениями какими-то. У меня вдруг это все как-то вот сложилось. То есть пришло все в одно время, что, допустим, до этого как бы я думала, да, загадывала. И было очень комфортно. Это в понедельник было, вот, в понедельник, да. Был очень комфортный какой-то момент. Опять же, почему? Потому что я грамотно это все продумывала, да. То есть тут нужна грамотная работа с мыслями. Как вы выстраиваете свою судьбу? Естественно, я также, как с людьми, работаю с собой. Я снимаю негатив, там, вот то, что там, допустим, 12-го числа мне была сделана порча на офис, ну, то есть на меня лично, да, соответственно, мое направление, я это все сняла. То есть остаточные явления остались. Я с этим до сих пор работаю. То есть, и я всегда даю грамотные позиции, как с этим работать в промежутках, там, между сеансами, чтобы вы могли быть защищенными, да, в своей жизни от людей, кто может быть, в принципе, ну, достаточно потреблять вас, да, негативно или воздействовать. Маргарита? Да, благодарю за ответ. На сегодня мы, наверное, закончим наш эфир. Благодарю, Елена. Друзья, приходите на следующие эфиры, пишите вопросы нам на электронную почту, будем с удовольствием вам отвечать. Всего доброго. Продолжение следует...